Стихистами было квалифицировано как контроляционная деятельность сектантов-церковников, направленной на подрыв советской власти. Все эти арестованные были заключены в Тарковскую тюрьму по свидетельству историков Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которые специально изучали судьбу этой общины. Никто из обвиняемых в ходе следствия не подписал ни одного протокола допросов и вообще ни одного документа. Виновными они себя категорически не признали и на следствии заявили, что считает советскую власть властью антихристов. Соломония Артамоновна Гиншин в допросе заявила, цитата, «Я против советской власти, так как она безбожная, за нее никогда не голосовала и голосовать не буду. В колхозы идти не хотела, потому что быть в колхозы нечестивы и погибнут они эти ваши колхозы». 25-28 сентября все обвиняемые были приговорены Рязанским областным судом. В 58-й статье части 10-й и 11-й длительным сроком решения свободы в основном по 10 лет получили. И вот на этом трагическом эпизоде приговорей камерной от гостной тюрьмы судьба ее обрывалась, но нам удалось установить, вот историкам из Рязанского общества мемориала, что она, Соломония Гиншина, была этапирована на Смоленскую пересылку, оттуда 20 мая 1941 года, была доставлена в Карлак, в Акмолинское лагерное антихине, печально знаменитой «Лжи». Где менее чем через 7 месяцев, 11 декабря 1941 года, умерла от недоедания и болезни. Вечная ей память. Это все. Спасибо.